На смену теплому сентябрю пришел холодный октябрь, поэтому старт отопительному сезону решили дать раньше обычного. Подготовились ли коммунальные службы округа к такому повороту событий? Об этом и не только. Мы сегодня поговорим с заместителем главы администрации Одинцовского округа Михаилом Каратаевым. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Вопросы Михаилу Владимировичу вы можете задать по телефону 8-495-508-86-84. А также присылайте их в Телеграм. Куар-код вы видите на своих экранах. Михаил Владимирович, как мы уже сказали, отопительный сезон начался уже с 4 октября, если я не ошибаюсь. Это раньше обычного, хотя за последнее время такое уже случалось. Оказались ли мы готовы к такому повороту событий? Добрый день! Отопительный сезон в этом году начался позже, чем в прошлом. В прошлом году это был сентябрь. В этом году мы начали, правильно сказать, 4 октября. Но он начался раньше по признаку тепла. То есть с начала отопительного сезона обычно начинает подавать отопление после того, как 5 дней среднесуточной температуры ниже 8 градусов. В этом году мы не стали этого дожидаться и начали запуск котельным в соответствии с прогнозом погоды, который показывал, что к выходным у нас должно было быть похолодание. И, соответственно, мы начали разогревать котлы и циркуляцию в системе также запустили для того, чтобы уже к началу прихода холодного циклона у нас в домах, в батареях начала циркулировать теплая вода, теплый теплоноситель. И, соответственно, жители не почувствовали дискомфорта. Подготовка к отопительному сезону начинается после окончания отопительного сезона. В этом году мы эту подготовку прошли. Все котельные были приведены в соответствии с требованиями, были проведены гидравлические испытания сетей, промыты системы в домах. Зачастливая опрессовка как внутридомовых сетей, так и внешних сетей. Ну и, соответственно, сделаны запасы аварийного материала и запасы резервного топлива в случае, если будут перебои с газоснабжением на газовых котельных. В администрации округа прошло уже несколько совещаний, посвященных отопительному сезону. И, насколько я понимаю, в целом все началось безаварийно, но была проблема завоздушивания. Сохранилась ли она на данный момент? Может быть, несколько слов о том, что это такое вообще и как с этим бороться? Это не проблема завоздушивания, это особенности конструктива наших систем отопления. Все многоквартирные дома у нас имеют централизованное отопление и, соответственно, централизованно подается теплоноситель в саму систему отопления. Есть еще, где котлы установлены внутри квартир, но там тоже появление воздуха связано с тем, что при циркуляции воды внутри труб возникает. Это воздушные пробки, если этот воздух был в трубах, либо он выделился из воды в момент нагрева. И, соответственно, необходимо этот воздух из батареи выпустить. Это осуществлять может как сам житель, собственник квартиры, так и вызвать управляющую компанию, чтобы они не пришли и сняли завоздушивание в стояке, если достаточно большая воздушная пробка. Как вы правильно отметили, у нас на сегодняшний день уже эта проблема почти сошла на нет. Мы отработали порядка тысячи заявок, то есть каждая заявка была на контроле, поступала она через социальные сети, либо через диспетчерские. Выходили на эти заявки сантехники, спускали воздух, обеспечивали циркуляцию, ну и, соответственно, системы запустились. На сегодняшний день у нас уже единичные остались эти заявки, там меньше десятка, и, соответственно, все эти работы, они проводятся по мере возникновения пробок воздушных. Не факт, что эти пробки сейчас прекратились, система еще стабилизируется, соответственно, просьба гражданам, если они выявили у себя завоздушивание системы, обращаться в свою управляющую компанию с просьбой прислать специалиста для перезапуска стояка, либо развоздушивания батареи. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, говорим сегодня о отопительном сезоне. 8-495-508-86-84, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Добрый вечер, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Слышно? Да, слышно, вы в эфире. Александр. Александр, я живу в Одинцово на улице Говорова. У меня, знаете, какой вопрос? Вот недавно управляющая компания вывезла у нас на досках объявлений списки неплательщиков. Ну, в принципе, дом достаточно, совершенно такой нормальный, где небедные люди живут. Но там список неплательщиков, на десятки идет неплательщиков, и там суммы миллионные. Вот у меня два вопроса к Михаилу Владимировичу. Первый – это можно ли как-то на этих людей повлиять, потому что чувствуется, что суммы там за сотни тысяч уходят, годами копились. И не помешает ли наличие вот таких долгов в прохождении нормального отопительного сезона? Потому что я сам нормально плачу, и мне совершенно проблемы, как жителю, не нужны. Спасибо. Александр, спасибо большое за вопрос. Михаил Владимирович, поясните, пожалуйста. Александр, на самом деле, поднял очень серьезный вопрос. Вопрос платежей за ЖКХ. По действующему законодательству, если у человека есть долг, то он обязан его оплатить до 10-го числа следующего за расчетный месяц. То есть, если квитанция за сентябрь приходит у нас 1-го, 2-го, 3-го числа, то она должна быть оплачена до 10-го числа текущего месяца. Далее, если человек это не оплатил, к нему уже можно обращаться со стороны управленческой компании о добровольном оплате данного долга. Либо, если гражданин отказывается это делать, либо не идет на контакт, дальше управляющая компания обращается в суд через мировую судью. Мировой судья выносит решение. Решение это выносится без участия гражданина. То есть, гражданин может быть даже не приглашен в суд. И после этого взыскание осуществляется через банк, либо через судебных приставов. Процедура, с одной стороны, достаточно сложная, с другой стороны, достаточно эффективная. То есть, все эти граждане, кто видит себя в списках, должны быть готовы к тому, что в какой-то момент все их счета будут заблокированы, и с них будут списаны деньги в счет погашения долга. Поэтому просьба ко всем жителям обращать внимание на своевременность оплаты своих счетов за ЖКХ и оплачивать те накопленные долги, если они накопились. Если необходимо какие-то пояснения, либо объяснения, почему такой долг накопился, они всегда могут обратиться в МОСОБЛЕЕРЦ, если квитанция МОСОБЛЕЕРЦ, либо в управляющую компанию, если расчеты идут напрямую через управляющую компанию, и квитанция в управляющей компании выставляется. И там получить ответы на то, почему и за что были насчитаны те или иные суммы. Квитанция – это достаточно обширный документ, поэтому у жителей возникают эти вопросы. Повторюсь, на любой из этих вопросов МОСОБЛЕЕРЦ всегда даст ответ, а если это не квитанция МОСОБЛЕЕРЦ, то управляющая компания, которая выставила квитанцию. Я тоже видела такие списки, и хотелось, вот, может быть, собирали информацию, как-то интересовались, почему люди не платят суммы, действительно, иногда очень внушительные, сотни тысяч рублей. Ну, есть несколько причин, по которым люди не платят. Первая – это банальное «забыли». Как это ни странно, очень много людей есть, которые просто забывают оплатить квитанцию. Вторая причина – это какие-то сложные жизненные обстоятельства. В этом случае человек может обратиться в управляющую компанию за рассрочкой по платежам, если у него есть такая необходимость, то можно рассмотреть рассрочку в течение полугода платежей, подписывается соглашение, где дается рассрочка. Но для этого нужны веские аргументы, то есть человек должен, в первую очередь, прийти в управляющую компанию, дальше объяснить, почему у него такая проблема. И дальше уже управляющая компания будет принимать решение. Либо человек может обратиться в банк за кредитом и получить кредит, который потратить на погашение долга. Третья причина – это, к сожалению, есть такие принципиальные неплательщики, которые принципиально не платят и считают, что для них… А коммунальные услуги хотят при этом платить. Да, что это для них приемлемо. Для них хочется напомнить, что судебное решение касается не только суммы долга, но еще и платежей в части пени, то есть начисляется пени на сумму долга. А еще к пени может быть добавлены судебные расходы. Расходы на юридическую службу и расходы на оплату госпошлины. То есть это тоже добавляет сумму долга, которую гражданин должен будет оплатить. Повторюсь, сумма эта взыскивается через приставов либо через банк. У нас служба приставов работает достаточно эффективно и много. И при наложении ареста арестовываются не только счета, это тоже хотелось бы отметить, но и возможность выезда за границу. Сейчас она, конечно, менее стала актуальна, но тем не менее это тоже есть. Также арест счетов накладывает ограничения на действия по недвижимому имуществу, то есть нельзя купить, продать, либо еще что-то сделать. И на движимое имущество также, то есть регистрация, к примеру, автомобиля тоже будет невозможна, так как будет наложено ограничение на действие. И снятие этого ограничения тоже отдельный квест, который тоже придется проходить тому, кто задолжал за ЖКХ. Но лучше до этого не доводить. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Спасибо. Меня зовут Светлана Ян. Я жительница поселка Горки-10. Уважаемый Михаил Владимирович, вы в нашем поселке были неоднократно, и вы знаете, что жители страдают от проблемы ржавой воды. Причем во всех домах нашего поселка. У нас к вам следующий вопрос. Когда будет замена поселкового магистрального водопровода? Потому что мы обращаемся уже не первый год с коллективной заявкой на выполнение этих работ. Спасибо. Спасибо, Светлана, за вопрос. Вот такой не по отопительному сезону, но тоже сфера ЖКХ. Светлана абсолютно правильно сказала. Мы с ней уже знакомы, неоднократно встречались на месте и уезжали в поселок. Решили множество вопросов, связанных в том числе с водоснабжением. Была проведена работа по модернизации водозабора, заменены компрессоры, заменены загрузки фильтрующих материалов, что привело к улучшению, связанному с качеством воды. На сегодняшний день, возможно, проблема связана не с магистральным водопроводом, а с отдельными элементами уже внутри домов. Так как, в частности, где проживает Светлана, у нее дом с ИТП, возможно, при запуске отопления был некий гидравлический удар, который привел к взмучиванию осадка, и КВС в данном доме стала иметь некоторое оттенок. К сожалению, запуск отопления всегда связан с гидравлическими изменениями в системе, и они приводят к тому, что осадок, который есть в системе, а без него никак, потому что это всегда возникающая проблематика, он попал к жителям. Повторюсь, если эта проблема имеет системный характер, то мы в ней в очередной раз постараемся найти решение. А по поводу замены водопроводных сетей, это, к сожалению, очень дорогая тема сейчас, и очень много труб приходится менять, в том числе в текущий ремонт. И конкретно по городку 10 у нас на сегодняшний день нет запланированных работ по замене всего водопровода, а идет только локальная замена аварийных участков, которые требуются в связи с теми или иными авариями. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, наш номер 8495-508-86-84, но кроме того, мы сегодня целый день принимали вопросы в нашем телеграм-канале, и вот один из них от Марии из Венигорода. Если одни жалуются на то, что в квартире прохладно, то другие спрашивают, а что делать, если в квартире слишком жарко, какие существуют нормативы для перетопа, радиаторы нерегулируемые и прикрутить вентиль сами жители не могут. По поводу перегрева у нас на самом деле это всегда палка в двух концах. Мы все люди, у каждого свое ощущение тепла либо холода. В маршрутках это все точно знают. Да, кому-то 18 градусов, это уже жарко, а кому-то 24, это прохладненько, сделайте потеплее. Здесь могу сказать только одну вещь, если у человека нерегулируемая батарея, то это вернее всего, что старый жилой фонд, соответственно, оплачивает он по нормативу. Здесь остается только одно, это обратиться в управляющую компанию с просьбой отрегулировать систему отопления по стояку. Но опять же, тут вопрос в том, что у человека будет сейчас 24 градуса, у соседей тоже 24, соседей при переходе на 20 градусов будет жаловаться, что им холодно. У нас система с вертикальной разводкой в большинстве домов и, соответственно, стояк, как он целиком работает, так и получается. Здесь только открывание форточки, наверное, может спасти. А свежий воздух – это всегда полезно. А свежий воздух – это всегда полезно. Да, и соседи не страдают. Котельная в Гарь-Покровском обслуживает весь поселок и две военные части. Сейчас идет ее модернизация. Как этот непростой объект готовили к отопительному сезону, узнала съемочная группа ОТВ. Подготовка к отопительному сезону в самом разгаре. Котельная в поселке Гарь-Покровская – стратегически важный объект. Она обеспечивает теплом весь населенный пункт и две военные части. Однако состояние коммуникаций оставляло желать лучшего. С момента постройки, а это было почти 50 лет назад, капитальный ремонт здесь так и не проводился. В мае прошлого года объект передали в муниципальную собственность. В прошлом году проводили часть работ по текущему капитальному ремонту оборудования. В этом году ремонты продолжаются. Два котла по четвертой ДКВР, один шестой. На объекте заменили наружные трубы теплоснабжения и горячей воды, насосы, запорную арматуру паропровода и другие элементы. Так называемой паровой котельной следует уделять особое внимание, говорят специалисты. Да, энергоэффективность паровых котлов намного ниже, чем у водогрейных, плюс пар. Это особо опасный производственный объект паровая котельная. Поэтому решили установить новую блочно-модульную котельную. Уже проведены все закладные коммуникации. Теплотрассу сейчас в параллель тоже подводим. Сейчас ребята готовят анкер и будут заливать отдельно бетонный. Глава округа Андрей Иванов осмотрел состояние старого объекта и обсудил этапы возведения новой котельной. Завершить ее строительство планируют в четвертом квартале этого года. После запуска новой станции старую выведут из эксплуатации. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова». В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы обсуждаем отопительный сезон и не только. 8495 508 86 84. Это телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить и задать свои вопросы Михаилу Владимировичу. Михаил Владимирович, с момента съемки этого сюжета прошел примерно пару месяцев. Наверняка было сделано много. Как сейчас идет модернизация котельной в Гарь-Покровском? Что было сделано? На самом деле в сюжете было показано, как устанавливали фундамент. Сейчас на этом фундаменте уже стоит новая облочно-модульная котельная. Облочно-модульная котельная обвязана по электричеству, по воде. До конца следующей недели будет обвязана тепловыми уже трубами. Там, к сожалению, произошел небольшой сбой поставки. Ни для кого не секрет, что сейчас у нас логистические цепочки находятся в достаточно нестабильной фазе. Но привезут трубы, и мы подключим данную котельную к магистрали. Та котельная, которая была в Гарь-Покровском, она сейчас в работе. Получили мы ее от военной в достаточно убитом состоянии. Привели ее в порядок. За это лето еще дополнительно провели работы, чтобы она стабильно работала. И сейчас весь поселок, а также две воинские части, топятся именно от той веб-котельной, которую мы видели в сюжете. А новая котельная, повторюсь, она сейчас будет домонтирована и запущена на резервном топливе для того, чтобы обеспечивать резервное теплоснабжение для существующей котельной. Почему мы не переключаем пока полностью? Потому что сейчас занимаемся подводом газа к новой котельной. К сожалению, работы по газу это не быстрый процесс, а достаточно много согласований требует. Как только у нас получатся все согласования, мы сразу же переведем данную котельную на газ и проложим тот газопровод, который необходим для этого. Раз мы с вами заговорили о голубом топливе, то не могу не задать следующий вопрос от Александра из Голицына. Широко рекламируется тема заключения договоров внутриквартирного газового оборудования. Но договоры обследования не спасают от аварии, а квартирные газоанализаторы сирены спасают. Почему о них никто не говорит? На самом деле абсолютно правильно замечено, что газоанализатор это дополнительное оборудование. И Одинцовский округ ведет большую работу по установке данных газоанализаторов. Любой житель может обратиться в свою управляющую компанию. И управляющая компания установит газоанализатор. Если это муниципальная квартира, то за счет муниципалитета мы устанавливаем. То есть просьба ко всем нанимателям, если у вас еще не стоит газоанализатор в квартире, обратитесь в свою УК, и управляющая компания бесплатно установит газоанализатор. Если у вас приватизированная квартира, частная собственность, то вы можете за свой счет это установить. Повторюсь, большинство граждан рекомендует обратиться через управляющую компанию. Вы точно тогда не наткнетесь на мошенников. К сожалению, в этой сфере есть мошенники. Но есть еще один вариант. Можно обратиться на сайт Одинцовской администрации, либо на сайт Министерства энергетики Московской области. Там перечни тех сервисных компаний, которые занимаются обслуживанием газовой обороны. И в том числе устанавливают газоанализаторы. А также хотелось сказать, что газоанализатор не только сирена. Но муниципалитет устанавливает газоанализатор с клапаном, который перекрывает газ. И, соответственно, просьба к жителям это тоже учитывать. То есть не просто будет громкий звук в случае обнаружения газа, но еще сразу автоматически будет отключение подачи газа в помещение. И мы также рекомендуем в частных квартирах также ставить не только сигнализацию, но и систему, отключающую газ от приборов. А я хочу вот для телезрителей пояснить, что абсолютно так система работает. У родителей пришли, установили все совершенно бесплатно. И действительно, эта система и срабатывала, и газ отключала. И спасибо за то, что это все произошло, все сделали и установили. Я напоминаю, что мы в прямом эфире. 8495-508-86-84. И у нас звонок. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Марина. Марина, очень приятно. Спрашивайте. У меня такая ситуация возникла. Я живу в Кубинке вместе с ребенком. И у меня произошла такая ситуация, что в одной комнате отопление работает хорошо, в другой более прохладно, несмотря на то, что отопительный сезон у нас начался вовремя. И я бы хотела узнать, что мне нужно сделать в этой ситуации, куда нужно обращаться. Спасибо за вопрос, Марина. Здесь все достаточно просто. Нужно обратиться в диспетчерскую своей управляющей компании, именно описать проблематику так, как вы озвучили, что у вас в одной комнате хорошая температура, в другой прохладная. И дальше просто дождаться прихода слесарей, которые проведут работу. Ну, первое, они, конечно, замеряют температуру, посмотрят, что происходит. А далее либо в вашей квартире проведут работу, либо проведут в подвале, либо на чердаке, если это требует ситуации. То есть здесь первое, что нужно делать, это не заниматься, так сказать, самолечением, а обратиться в УК, которая должна прислать вам специалиста для устранения данной проблемы. Я напоминаю, что мы в прямом эфире. Наш номер 8495 508 86 84. По нему вы можете позвонить и задать свой вопрос. А я пока зачитаю вопрос из Телеграм-канала. Вопрос от Виру Перфектум, пользователь Телеграм. Он спрашивает, когда же в больших визюмах появится нормальная управляющая компания, чего зависит ее появление. Ну и коммуникации тоже просят поменять заодно. По поводу управляющей компании достаточно все просто. Управляющая компания – это компания, которая занимается жителями для обслуживания своих домов. Управляющая компания, которая сейчас в больших визюмах – это Одинцовская теплосеть. Тут вопрос именно коммуникации между управляющей компанией и жителем. Если у жителя есть проблемы, связанные с эксплуатацией жилья, он всегда может обратиться в местное территориальное управление. Оно там достаточно активное. Если все-таки большинство жителей дома посчитает, что они имеют необходимость себе выбрать какую-то другую управляющую компанию, они имеют на это право, для этого нужно провести общее собрание собственников. И по результату общих собраний собственников будет смена управляющей компании. Но, повторюсь, это должно быть менее не одного человека, а как минимум более половины жильцов. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Татьяна меня зовут. Татьяна, очень приятно спрашивать. Я живу в городке 17. Вот так у нас городок 17. Дом 22-2. У нас такая ситуация. Нашу холодную воду почему-то отдали Назарьеву. Вот я понять не могу. Вот. У нас твой водозапор. Отойдите, пожалуйста, подальше от телевизора, чтобы мы вас лучше слышали. Небольшая наводка идет. Алло. Какая наводка? Дело в том, что мы знаем, что нашу холодную воду отдали почему-то Назарьеву. Я живу в городке 17. У нас свой водозапор. Вопрос понятен? Да, понятен. Все, спасибо за вопрос. Закружение водопровода в городке 17 эксплуатируется в МУП ЖКХ Назарьево. Насчет того, что их отдали. Они раньше были в МУП Большие Веземы. Сейчас МУП Большие Веземы ликвидирован. И, соответственно, эксплуатация передана в МУП ЖКХ Назарьево. Другая эксплуатирующая организация. И та, и та. Это муниципальные компании. И водозабор также является муниципальным. Единственный нюанс, что это очень старый водозабор. Достаточно устаревшей технологией. Мы пытаемся завести его в одну из программ. Соответственно, как только будет возможность выделения на это бюджетных средств из областного бюджета, либо из какого-либо другого, то мы его будем проводить модернизацию. Вот мы частично и на предыдущий вопрос тоже ответили. Про коммуникации. Оборудование котельной в поселке Горбольница номер 45 устарело и не справляется со своими задачами. Объект давно нуждался в модернизации. Новые котлы уже заказаны. Вскоре рабочие начнут ремонт техники. Городок 45-я горбольница. Котельная, которая нам передана из больницы. Она была федеральная. Этиплатированные силы не полиции. Три котла. Все три котла экспериментальной модели. Сделаны в 1974 году котельная. Нам была передана уже с неработающими системами. С темами и текущими котлами. Заместитель главы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Михаил Кротаев подробно рассказывает Андрею Иванову о ситуации с котельной в поселке Горбольница номер 45. Ее передали муниципалитету летом этого года в убитом состоянии. Старые котлы ремонтируют, но проблема с протечкой остается. У нас заказаны и оплачены два котла. Один котел должен нам привезти 28 декабря. Пока будут новогодние праздники, один из трех котлов, самый заброшенный, разберем. Поставим туда новый. Поставим, запустим. Надеемся, что он позволит полностью заместить всю мощность котельной. А дальше уже в плановом режиме заменим второй котел. И третий уже по ситуации посмотрим. Либо новый копим, либо старый отремонтируем, если там еще есть. Также здесь работает модульная котельная, но ее мощности на пределе. Глава округа Андрей Иванов пообщался с местными жителями и узнал, насколько комфортно сейчас в жилых помещениях, которые обслуживает котельная. Вы сейчас проверяете, по квартирам какая температура? По квартирам температура некомфортная, около 20-18 градусов. Но это в рамках садбина, но жители, конечно, недовольны, но они знают ситуацию. И увеличить мы ее сможем только когда поставим. Администрация округа контролирует данную ситуацию и скоро в квартирах станет теплее. Нам с вами еще нужно пересчитать, убрать тепло. Да, перерасчет мы будем делать. Уже я дал команду теплосити посчитать. Они перерасчет сделают. Качество сколько мы не даем, поэтому обязательно брать на платеж. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. В прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о ЖКХ, в частности, об отопительном сезоне. И совсем скоро откроем вторую тему. Михаил Владимирович, я уверена, что со съемок этого сюжета котельная потерпела существенные изменения. Да, визуально снаружи, конечно, этого не видно, но внутри была проведена огромная работа. Внутри котельной сделан ремонт двух котлов. Один из котлов, о котором мы говорили в сюжете, был отремонтирован как раз под Новый год, второй чуть позже. Этот отопительный сезон котельная зашла без происшествий. Сейчас в домах тепло и котельная работает стабильно. Соответственно, мы считаем, что работа была проведена качественно и достигнута цель обеспечения качественного теплоснабжения жителей и 45-й больницы, которая тоже топится от этой котельной. Слава Богу. Отопительный сезон у нас завершился без варенья, дай Бог так будет и дальше. А я предлагаю начать другую тему. Вот эта тема, наверное, действительно проблемная. Серые возщики. Кто это такие? Почему с ними нужно бороться? И как им удается выживать на рынке услуг? Серые возщики – это термин, который сейчас мы применяем к возщикам, которые возят строительные отходы, которые работают на территории, я думаю, всей Московской области. И оказывают платные услуги без необходимых разрешительных документов. То есть у нас на сегодня все твердые коммунальные отходы, весь объем должен вывозиться региональным оператором. Русский региональный оператор работает на территории всего Одинцовского округа и отвечает как раз за вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов. А строительные отходы – это отход, который не входит в перечень услуг, оказываемых региональным оператором, и является дополнительным отходом и должен оплачиваться дополнительно жителями, либо организациями, которые ведут ремонт помещений, либо строительство. То есть строительные отходы – они как раз от слов «стройка». Соответственно, для этого необходимо заказывать отдельные контейнеры, так называемые лодочки, 8-кубовые бункеры, либо 30-кубовые, в зависимости от объема. И вот как раз это является проблемой серых возщиков. То есть у нас на сегодняшний день есть ситуация, когда на вызов по вывозу строительного мусора приезжает неизвестная какая-то организация, а бывает еще и физическое лицо частное, грузит это в свою машину и куда-то увозит. Ни документов, ни лицензии, ни электронного талона чаще всего не будет у этого человека, либо у этой организации, либо он его не показывает, либо занимается, так сказать, этой работой не в соответствии с действующими требованиями. Поэтому работа по их выявлению и пресечению этой деятельности ведется, в первую очередь, она нужна для того, чтобы, когда данная история происходит, то есть что происходит на самом деле? На самом деле гражданин, обратившись по объявлению в организацию, просит вывезти у меня строительный мусор. Ну, что-то там отремонтировали, пускай небольшое, но вот вывезет. Приезжает условная газель, грузит это и везет на ближайшую муниципальную контейнерную площадку, и там это вываливает. При этом берутся деньги с самого гражданина, а дальше проблема строительного мусора становится проблемой муниципалитета. Туда приезжает МБУ, грузит этот строительный мусор и уже за деньги везет на полигон и утилизирует его там. И при этом муниципалитет, наверное, еще и получает жалобы. А почему захламлено, почему здесь вот так? А при этом еще жители, которые ответственно относятся к жизни в городе, они, конечно же, обращаются в муниципалитет с вопросом, а почему у нас на мусорке лежит строительный мусор? Вывозите срочно. А это просто вот эти серые возщики как раз очень часто и вываливают это на муниципальных мусорках. У нас прям есть места, куда им нравится ездить. Это обычно какие-то достаточно удаленные, либо закрытые от посторонних глаз мусорные контейнерные площадки, где регулярно происходит сброс строительного мусора вот такими вот серыми частными возщиками. А почему люди обращаются к этим серым возщикам? Дешево и сердито? Или вот какая-то такая несознательность? Потому что хорошо, ну, простите меня, пожалуйста, за это предложение, хорошо, если они на площадку контейнерную отвезли, но ведь могут отвезти и в лес, и к реке, и куда угодно. Да, вы абсолютно правы. Могут и в лес, и к реке, но просто на сегодняшний день большинство возщиков серых, оно как раз старается действовать по пути наименьшего сопротивления. А что наименьшее? Это ближайшая контейнерная площадка. Ну, просто довезли. То есть, по-банальному человек оплачивает услуги погрузчиков очень дорого, потому что ему выставляют счет как бы и за утилизацию этого мусора. Что нужно делать? Нужно обращаться к тем возщикам, которые являются лицензированными и аккредитованными. Список этих возщиков есть на сайте администрации. Список этих возщиков есть на сайте Министерства экологии Московской области. И эти возщики оказывают услуги, в том числе, через управляющие компании. То есть, можно обратиться в управляющие компании, попросить их, чтобы они дали контакты и напрямую сконтактировали. Также управляющие компании в новых жилых комплексах централизованно ставят контейнеры под мусор. Именно строительный мусор. Здесь хотелось бы отметить, что, к сожалению, очень часто бывает, что граждане, неся пакет с прообычным нашим бытовым мусором, бросают его в этот строительный. Вот это делать совсем не нужно. Потому что, когда в строительный мусор попадает наш обычный бытовой, так называемый мокрый мусор, он приводит к тому, что строяк становится уже непригодным к дальнейшей утилизации, и необходимо его сортировать. Соответственно, здесь просьба к жителям, когда они видят контейнер для строительного мусора, использовать его только для строительного мусора, и ни в коем случае не бросать туда другие отходы. Ну и хотя бы с точки зрения, что это же потом будет пахнуть, и, наверное, разница в регулярности вывоза мусора тоже есть. Строительный мусор на контейнер большой пореже, а вот бытовые отходы вывозятся почаще. Поэтому тут логичнее было бы к маленькому контейнеру. Вы абсолютно правы. Это даже не нюанс, это закон. То есть контейнер, который с бытовым мусором, должен вывозиться не реже одного раза в сутки. А вот контейнер со строительным мусором обычно вывозится по мере накопления. Либо по мере того, как житель сообщает возщику, что он уже весь мусор выгрузил и просит увезти. Поэтому здесь именно важно, чтобы в этом контейнере не находилось что-то, что может дать запах, начать гнить. И еще этим же могут начать питаться птицы и другие животные, которые живут у нас на территориях дворов, домах. Вот так крысы и появляются. Да. Будем говорить и называть еще своими именами. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Екатерина, фамилия Магардеева. Вы знаете, вот на старом городке довольно часто, и мы это видели, строительный мусор просто газелями возят. И даже один раз делали замечание водителю, но он, честно говоря, нас просто обхамил, послал, ну, собственно, и все. Мы не успели сфотографировать номер машины, но как-то будем следить. А вообще куда обращаться и, ну, как фиксировать машину, какие у нас вообще есть права? Мы можем это делать? Спасибо большое, Екатерина. Очень хороший вопрос, мне кажется. Да, вопрос на самом деле абсолютно правильный, и ответ на него лежит в следующей плоскости. Сами граждане могут делать фотофиксацию, но на сегодняшний день пока законодательно для того, чтобы оштрафовать, либо как-то иначе наказать. Ну, самое распространенное наказание – это забрать автотранспорт и поставить его на штрафстоянку. Ну, для этого на месте происшествия должен быть патруль. Соответственно, для того, чтобы обеспечить поимку данных лиц, необходимо обратиться либо в местное террауправление, либо в управление ЖКХ. Мы организуем на данной территории рейд, и по результатам рейда уже сможем, во-первых, выявить, во-вторых, наказать серых возщиков, которые привозят сюда, на контейнерную площадку, строительный мусор, которого не должно на ней быть. В Одинцовском округе провели более 60 рейдов по выявлению серых возщиков. Борьбу с недобросовестными компаниями обсудили на одном из еженедельных совещаний глава Одинцовского округа. Ремонт окончен. Строительный мусор нужно вывести. Тех, кто готов оказать, такую услугу много, но далеко не все работают в рамках закона. Серые возщики берутся выполнить заказ, только отходы, как правило, утилизируют, где придется. Отсюда стихийные свалки и переполненные контейнерные площадки. Строительные отходы должны вывозиться отдельно. Они не должны смешиваться ни с твердыми коммунальными отходами, ни с крупногабаритными отходами. И они вывозятся с лицензированными возщиками, которые есть на территории Московской области. Войну серым возщикам объявили давно. Сотрудники администрации округа Главного управления содержания территории региона, полицейские, регулярно проводят рейды. Наша задача регулярными, такими вот системными рейдами, штрафами, приучить незаконных возщиков к одной простой мысли, что работать нелегально в нашем округе будет себе дороже. Чтобы вывезти серых возщиков на чистую воду, не только проводят рейды, но и совершают контрольные закупки. Список компаний, которые вывозят мусор, по всем правилам, можно найти на сайте администрации округа. Все, кто в него не вошел, есть серые возщики. Я просто хочу уточнить, все в силе у нас? Я на сегодня? Да, у вас на сегодня, на 19 часов запланирован вывоз мусора. Начиналось все привычно, но финал получился неожиданный. По адресу из заявки грузовик встретили не заказчики, а сотрудники полиции. Все эти меры уже показали свою эффективность. Только за последний месяц было составлено 19 материалов о незаконной деятельности. И ровно столько же автомобилей серых возщиков отправились на штрафстоянку. Евгения Августина, Илья Павлов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». В прямом эфире УТВ программа «Главная тема». Сегодня мы обсуждаем сферу ЖКХ. Конкретно отопительный сезон уже обсудили. Сейчас говорим о серых возщиках. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Марина. Марина, очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Мне тоже очень приятно дозвониться к вам в эфир. У меня вопрос по поводу газовщиков, так сказать, псевдо-газовщиков. Очень часто на подъездах развешивают объявления, что будут какие-то проверки, поверки, переустановки счетчиков. Либо же вообще они приходят в квартиры. Но это очень часто бывают мошенники, а могут быть и настоящие газовщики. Как нам быть людям обычным? Как их распознать? Или может кого-то вызывать, куда-то звонить? Есть какие-то контакты? Что посоветуете делать? Спасибо. Большой Марин вопрос хороший, актуальный. Да, на самом деле тот вопрос, который подняла Марина, он абсолютно часто встречается на практике. Очень часто жители говорят, я не пущу к себе в квартиру, потому что я не знаю, кто вы. Поэтому у всех настоящих слесарей есть удостоверение с фотографией, с печатью, с названием той компании, в которой она работает. Все слесари одеты в спецодежду. На сегодняшний день на территории Одинцовского округа наиболее часто у нас работает эта компания «Юникон». С 1 января это будет Мособлгаз, который, согласно законодательство, возьмет на себя всю работу по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. Соответственно, как сейчас? Сейчас необходимо, чтобы работы в этом году были завершены по тем квартирам, которые еще не обошли. Если житель сомневается в том, настоящий это слесарь или не настоящий, то он должен обратиться в свою управляющую компанию. Управляющая компания всегда может перепроверить. Дальше. Вам предъявили удостоверение. Там написано название компании. Вы всегда можете позвонить в эту компанию. Взяли в интернете, набили. Этих компаний не так много. В Московской области их всего 360. Соответственно, набрали название компании, получили контакт, позвонили, спросили, есть ли такой Петр Петрович в их компании, где он сегодня работает. В это время можно не держать следствия, можно его отпустить, идти дальше по этажам, потому что квартиры надо обойти за день много, и слесарю эту работу надо выполнить, если он настоящий слесарь. Второй признак. С вас не должны брать деньги за само ТО. Если у вас проводят плановое техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования, то в большинстве квартир Одинцовского округа это делается по договору оферты по оплате в квитанции. То есть квитанция ЖКХ включает в себя уже строчку ТОВКГО. Ежемесячно она оплачивается жителям. Соответственно, житель уже оплатил данную услугу, и она просто должна быть ему оказана. Поэтому с жителя брать деньги за само ТОВКГО никто не должен. Могут взять деньги за какие-то дополнительные работы, замену подводки, ремонт какой-то неисправности на газовом оборудовании, но за само ТОВКГО не берут. Третий момент. Слесарь обязательно должен составить акт. В этом акте должен быть прописан на его фио, название компании, адрес. Этот акт в обязательном порядке составляется при каждом ТОВКГО. И этот акт остается один у жителя, один у слесаря. Соответственно, это тоже те правила, которые на сегодняшний день осуществляются. Ну и самое важное, повторюсь, это вы можете всегда позвонить в свою управляющую компанию и спросить, работают на вашем доме или нет. Также можете обратиться в управление ЖКХ округа, и мы тоже сообщим о том, есть на вашем доме сегодня данная работа или нет. Но, к сожалению, в режиме онлайн мы это сделать не сможем. Нам также придется звонить в специализированную организацию, узнавать, работают они на вашем доме или нет. А вот что будет, если человек категорически отказывается пускать к себе газовую службу? Закон на это отвечает очень просто. Ему нужно прекратить подавать газ. Если газовое оборудование на сегодняшний день не обслужено, то оно является объектом повышенной опасности, который может причинить вред как саму владельцу квартиры, так и соседям. Ни для кого не секрет, что газ – это взрывоопасная смесь. И если она, к сожалению, по какой-то причине воспламенилась не там, где должна, я имею в виду не в горелке, либо не в котле, то могут наступить достаточно серьезные разрушения, в том числе и с человеческими жертвами. Поэтому очень большая просьба ко всем жителям. Если к вам пришли с оказанием услуги по ТОВКГО, вы обязаны пустить данного слесаря, чтобы он провел работы. Потому что далее поставщик газа обязан будет отключить вам газ. Потому что вопрос безопасности, да, и соседи тут страдать точно из-за чьей-то принципиальности не должны. Мы с вами поговорили о мошенниках в газовой сфере. На одном из еженедельных совещаний вы говорили о том, что серые войщики – это тоже народ хитрый и реже засвечиваются теперь в интернете, каким-то другим образом находят себе клиентов. Вот как они эволюционируют, так спросим, на какие уловки идут? Ну, уловок на самом деле очень много. Они различные, в том числе развешивают объявления. В том числе, как это ни парадоксально, начинают отслеживать свою работу, точнее синхронизировать уже с ремонтными бригадами. То есть бригады где-то рекламируют свою работу по ремонту. Им звонят, говорят, а давайте мусор мы у вас будем забирать. Ну, то есть, в основном говоря, перешли к активному маркетингу. Раньше был холодный маркетинг, теперь у них горячий обзвон. Идут в новое время. Да, идут в народ. Но, повторюсь, это не снимает ответственности с них. То есть они все равно должны данный мусор утилизировать в соответствии с требованиями. То есть ни в коем случае не выбрасывать его ни в какие лесопосадки, поля, ни на муниципальные, а утилизировать его в соответствующих полигонах. А для этого должен быть договор с полигоном, должны быть электронные талоны и должна быть лицензия на перевозку отходов. Ну и жители, наверное, должны быть немножко сознательны. Когда есть реестр добросовестных организаций, его можно посмотреть. Наверное, нужно этим пользоваться. Сервис не просто так был создан. И тогда можно спросить, уже будет сводщиков за оказанную услугу. По нормативу, да, 100% СНТ заключили контракт. Тоже говорили на совещании. 305 имели контракты по факту. При анализе таких договоров в августе было выявлено, что 45 из них не заказывали вывоз мусора за год ни разу. Имеют нулевой вывоз. А значит ли это, что мусор-то вывозился, но не туда, куда надо? Да, вы абсолютно правы, что очень много СНТ, к сожалению, хитрят. Аргументируют это тем, что у них есть предложение подешевле. И предъявляют нам те или иные договоры с какими-то компаниями. Часто оказывается, что это компании, которые не в нашем регионе. Часто оказывается, что у этой компании нет лицензии нашего региона, соседнего региона, либо это федеральная лицензия. Ну и, соответственно, дальше наступает вся следующая история, которая сводится к очень простой правде. Этот мусор куда-то увозится. А куда он увозится, никто ответить не может. Мы по данным вопросам проводим работу, связанную с тем, что отслеживаются машины. По данным СНТ также проводятся рейды. По факту выявления тех или иных нарушений составляются административные протоколы, в том числе на председателя СНТ. А ни для кого не секрет, что председатель СНТ – это представитель жителей СНТ. Если председатель будет оштрафован на достаточно большую сумму, либо юридическое лицо, а СНТ является юридическим лицом, то это все штрафы также ляжут на жителей. А если у них эти штрафы не будут предусмотрены в их СМИ, значит, что-то другое будет не выполнено. То есть здесь, получается, жители обманывают сами себя. Как бы экономия… Сомнительно очень получается. Ну, как обычно, скупой платит дважды. То есть тут получится, они заплатят и за вывоз мусора, и еще потом им могут прийти штрафы, либо какие-то административные наказания. Поэтому здесь просьба большая со своими председателями, жителям провести работу и не заниматься тем, что пытаться сэкономить на вывозе мусора каким-то непонятным мощником. А потом что у нас происходит? У нас вот эти вот, опять же, мусорные навалы, они могут оказаться и на муниципальных контейнерных площадках, и в лесу, и где угодно. Поэтому здесь надо заботиться не только о том, чтобы сэкономить достаточно небольшие деньги, потому что в СНТ есть льготы по вывозу мусора, но еще и о нашей экологии, о наших лесах, полях, и, соответственно, той среде, где мы же все живем. Все та же сознательность, о ней все речь. А в сюжете мы показали, рассказали, и вы говорили о рейдах. Они действительно эффективны. Вот на зимний сезон эта практика завершится или будет продолжена? Нет, практика не завершится, рейды продолжаются. И на сегодняшний день, пока данная проблема не будет полностью решена, мы не планируем их прекращать. То есть будет вестись до того, что у нас все войщики, как правильно отметил глава, будут понимать, что незаконно на территории Одинцовского округа работать нельзя. Все должны работать в рамках закона. Вот на этой прекрасной ноте я предлагаю завершить наш эфир. Спасибо большое, Михаил Владимирович, что пришли к нам в студию. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова